Всем привет! Меня зовут Юлия Кремлёва. Я астролог, вы на моём канале. Сегодня я записываю видео не совсем в своей обстановке. Мы в гостях. Если микрофон будет убегать дальше, ближе, извиняюсь заранее, потому что держать микрофон в руке не очень удобно. Тема «Голая вечеринка» у Насти Ивлеевой. Спасибо огромное тем, кто поддерживает мой канал «Донатамио». Это очень приятно. Персональную консультацию можно получить по следующему электронному адресу. И я приглашаю всех подписаться на мои каналы в Телеграм и в группу Телеграм. Веду её в последнее время крайне редко в связи с нехваткой времени. Но, тем не менее, на некоторые вопросы отвечаю, конкурсы какие-то создаю. В общем, пытаюсь сделать максимально интересно в создавшихся ситуациях относительно времени. И, конечно, призываю всех подписаться на мой Дзен-канал, всех зрителей, кто в Ютубе, потому что судьба Ютуба на просторах Российской Федерации, естественно, понятна. Я как-то прочитала, что у неё была какая-то голая вечеринка. Мне стало странно, ну, мало ли, люди развлекаются, наверное, имеют право развлекаться. Что так, собственно, возмутило общество Российской Федерации? Да, собственно, возмутила даже не сама вечеринка и даже, наверное, не то, что она была голая, сколько развлечения подобного характера в условиях ведения специальной операции. Я думаю, что в связи с этим Настя Ивлеева и попала в скандал. Дело в том, что Настя Ивлеева – это человек, который периодически попадает в скандал. И для некоторых людей попасть в скандал – это привлечь к себе внимание. Ну, а известность пусть будет разная, лишь бы она была известностью. Давайте посмотрим, когда родилась Настя Ивлеева. И это 8 марта 1991 года в Ленинградской области. Я создала её натальную карту. Я сейчас исключу асцендент, потому что я не знаю момент рождения Насти. Ну, и мне здесь надо подключить дальние планеты, потому что они могут так или иначе приплюсовываться к её личным планетам. Итак, мы видим, что у Насти Ивлеевой Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Это Луна будет находиться, даже если мы не знаем времени рождения Насти, всё равно Луна будет находиться так или иначе в знаке Зодиака Стрелец в течение всех суток 8 марта. И мы видим, что уже 22 часа вечера 8 марта, а Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Точно так же, если мы отмотаем на начало суток, ну вот на 2 часа ночи, например, Луна всё равно находится в Стрельце. Но в зависимости от градуса нахождения в Стрельце, у Луны есть неприятные взаимоотношения с такими планетами, как Марс и Солнце. У Насти Ивлеевой очень плохо с внутренним «я». Она не понимает, чего хочет, она не понимает собственные мысли, у неё разброд и шатание между собственным «я», «его» и внутренними ощущениями. Она себя не понимает, это из-за того, что Луна и Солнце стоят в негативных взаимоотношениях между собой. Также, если мы прокрутим эту Луну в конце суток, то она сделает негативный аспект Меркурию, а это человек, который не чувствует, что говорит, а говорит не то, что чувствует на самом деле. То есть такая двуликость получается и разнобой в соответствии со своими внутренними ощущениями и эмоциями и тем, что человек думает, что печальнее всего воспроизводит вслух. Это часто бывает у актёров, актрис, я замечала. Но это потому, что им приходится заучивать чужие роли, ну, заучивать роли и выдавать эту речь за свою перед камерой. То есть на самом деле человек чувствует в данный момент совершенно другое, но ему приходится именно вот точечно в какой-то момент говорить не то, что хочет. Или это люди, которые анонсеры, да, вот они выходят на сцену, объявляют кого-то. На самом деле они могут ненавидеть этого человека или эту группу людей, которые должны выйти сейчас на сцену и что-то сказать. В общем, вы знаете, у людей творческих очень часто подобное несоответствие Луны с Меркурием. Здесь у неё ещё Меркурий встает в знаке зодиака рыбы. Очень часто такие Меркурии манипулятивные. То есть она манипулятор, она умеет свою речу заставить людей сомневаться в себе, когда ей надо. Она заставляет людей своими мыслями, своими словами что-то делать в своих интересах. И сказочница, кроме того, она умеет своей речью отбивать атаки, а также атаковать. Это указание Меркурий-Марс в негативных аспектах. Очень человек скорный язык, неприятный язык, возможно матерится. Но вы знаете, я сейчас не буду говорить про неё какие-то очевидные вещи, потому что мы все с вами видели её интервью, которое она выдаёт частенько. Ну и видно, как она общается, то есть мат у неё здесь, это запросто. В общем-то, что обусловлено её гороскопом. Вы знаете, по большому счёту, она очень ревнивая, и у неё бывают неприятности с её коллегами. Почему неприятности с коллегами, это всегда нравится ей, она этим бравирует. Дело в том, что Венера и Марс, хотя и дружат между собой, Венера стоит в самом неприятном месте зодиакального круга. Ей здесь не место, она под ударом. Поэтому и друзья у неё всегда под ударом, и она сама как друг, как партнёр под ударом. Но тем не менее, до поры до времени будет ей это сходить с рук, потому что ей данная ситуация нравится. То есть у неё здесь получается встречаться, находить себе партнёров, друзей. И вы сами знаете, сколько людей пришли к ней на вечеринку, чтобы пошустрить. Я собрала несколько отзывов о Насте относительно этой вечеринки. Можете прочитать, пока я проговариваю. Но у меня здесь, кто непосредственно был на её вечеринке, здесь имена их и фамилии. И извините, что таким образом сейчас в данный момент поправляю, не видела. И все эти фамилии, которые вы здесь видите, конечно, мы можем к ним обратиться. О Филиппе Киркурове я делала на своём канале, Ксения Собчак тоже несколько раз на моём канале была. Оставлю ссылки внизу на эти видео. А вечеринка сама проходила 20 декабря. Давайте посмотрим, почему непосредственно Настя попала в скандальную ситуацию. Мы видим, что такое скандальная ситуация в Зодиаке. Дело в том, что за скандалы, за известность, в том числе скандальную, отвечает Юпитер. Если Юпитер, эта социальная планета, стоит непосредственно в очень позитивном свете, то Анастасия, ну любой человек из нас, становится известным благодаря каким-то социальным приятностям. Например, человек снялся в очень актуальном, позитивном, патриотическом фильме и стал известен. Когда Юпитер с планетами ссорится, то тогда человек устраивает голую вечеринку и попадает в неприятную ситуацию в связи с неприятными, непатриотическими высказываниями и действиями. Собственно говоря, вот они, два Юпитера, которые ссорятся между собой в Натали у Насти, этот Юпитер. И в транзите в данный момент они, эти Юпитеры, между собой поссорились. Я так полагаю, что возможно где-то асцендент, почему асцендент? Потому что это внешность человека и сам человек находится где-то в этих знаках, потому что Настя попала в неприятности благодаря вот этим Юпитерам, которые создали эту скандальную турбулентность в данный период времени. Вот я не знаю гороскопа Насти, поэтому здесь сказать ничего не могу. Конечно, здесь еще очень много чего я вижу, в частности у нее, например, Венера соединяется с Плутоном. Очень многих друзей она лишится в этот период. Но вы знаете, Венера быстрая планета, то есть от нее отвернутся какие-то подписчики, от нее отвернутся какие-то известности, которые пришли к ней на вечеринку, как будто бы их кто-то прям тянул, заставлял, но своя же голова должна быть на плечах, правильно? Каждый персонально принимал решение, идти или нет. И неприятно, неожиданно, а как это так получилось? Даже непонятно, почему, ну что, ну сколько раз они эти вечеринки устраивали. Это, пожалуйста, Уран, который тоже находится в оппозиции в данный момент к Плутону у Насти Ивлеевой. И Венера в соединении. Венера отвечает за друзей, партнеров и других людей, которые стоят непосредственно напротив нас. Но данная ситуация в жизни Насти может повториться. Здесь еще я вижу имена, но если вам интересно, да, какое-то имя мы с вами можем разобрать на моем канале, пожалуйста, оставляйте внизу комментарий. Кстати, после этого, ведь после этой вечеринки один из участников был арестован за хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Вот тоже интересно, да, Настя, то есть такое создала торнадо вокруг данного, данных вопросов. После чего Настя Ивлеева даже опубликовала видео с извинениями. Я зашла в ее инстаграм, там два видео с извинениями. Ну, давайте посмотрим, повторится ли этот скандал, может ли он повториться, и когда, на каких планетах. Для этого мне необходимо немножко промотать ее гороскоп вперед. Самую неприятную турбулентность создал вот этот Уран по отношению к Плутону. Цеплялась Венера, но и два Юпитера попали тоже в поле моего зрения. Ну, и мы сейчас с вами увидим, когда еще раз Настя может попасть в неприятную ситуацию, какого периода времени ей надо опасаться. Вот, смотрите, ориентировочно апрель месяц 2024 года. Здесь тоже крайне неприятная ситуация складывается у Насти. Но здесь есть спасательный круг с одной стороны, а с другой стороны топящие Настю Ивлееву планеты. То есть здесь ей надо быть очень аккуратной. Также май месяц очень тоже неприятен для Насти Ивлеевой. Ну, и краем, краешком своего крыла, так скажем, Уран заденет Плутон еще раз в ее жизни, грубо говоря, в феврале 2025 года. Конечно же, я увидела далеко не все, потому что невозможно описать гороскоп Насти, а также ее жизнь, ее прогностику на всю ее жизнь в каких-то 15 минут. Но спасибо огромное, если вы будете дополнять что-то добрыми комментариями. Спасибо огромное за поддержку моего канала. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Спасибо огромное, что вы досмотрели до конца. Я желаю всем звездного позитива!